друзья всем привет меня зовут юля и вы на моем кулинарном лайфстайл канале сладкий персик не забудьте подписаться если вы этого еще не сделали сегодня мы с вами готовим очень простой и очень вкусный открытый клубничный пирог нам понадобится конечно же клубника творог мука сливочное масло комнатной температуры яйцо обычный сахар коричневый сахар и крахмал и для начала нам нужно приготовить тесто для этого смешиваем миски творог сливочное масло комнатной температуры просто достаньте масло из холодильника примерно за 30-40 минут до начала готовки растираем творог вместе с маслом с помощью столовой ложки и добавляем сахар разбиваем в тесто одно яйцо и снова хорошенько перемешиваем с помощью столовой ложки миксера или обычного венчика и затем в самом конце насыпаем муку мука самая обычная пшеничная и вот теперь уже замешиваем тесто тесто у нас получается довольно эластичное и мягкое в этом большой плюс творожного теста она не черствеет не дубеет и остается мягким всегда теперь берем бумагу для выпечки ту на которой мы будем выпекать наш пирог и прямо на ней раскатываем наше тесто если при раскатке тесто сильно липнет скалки присыпьте его немножко мукой и вообще если у вас позволяет время тесто можно скатать в шар накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник примерно на 30-60 минут тогда с ним станет работать еще легче но это делать не обязательно я торопилась мне очень нужно было быстро испечь пирог поэтому я сразу стала раскатывать тесто обратите внимание я слегка присыпала его мукой чтобы она не прилипала к скалке как раз об этом я и говорила дальше так как я буду готовить пирог с клубникой она у меня уже очень сочная тесто я присыпаю немного картофельным крахмалом и затем на крахмал выкладываю ягодку присыпать крахмалом не обязательно это делается только для очень сочной начинки если вы готовите галету с какими-то фруктами которые не такие сочные то этого можно не делать клубнику выкладываю в центр и сверху тоже слегка посыпаю картофельным крахмалом при выпечке крахмал впитает в себя лишний сок от клубники и тесто не растечется и еще сверху я посыпала клубнику немножко коричневым сахаром и теперь просто заворачиваем края галеты к центру и защипываем их чтобы они не развалились здесь можно помогать себе бумагой убираем наш пирог в разогретую до 180 градусов духовку и готовим примерно 25-30 минут посмотрите какая клубничная красота у нас получилось такой пирог называется галета и ее можно приготовить с любыми ягодами или фруктами если вы используете какие-то сочные ягоды например как наш клубника то ягоды сверху нужно посыпать крахмалом если ягоды или фрукты не очень сочные и не выделяют много влаги при запекании то этого можно не делать например когда я делаю галету с абрикосами то крахмалом я не посыпаю напишите пожалуйста в комментариях какие вы любите пироги с клубникой не забудьте поставить лайк этому рецепту и подписывайтесь на мой канал до конца крахмалом ягода до конца смш